Какие книги по достижению успеха ты читаешь? Вдохновляют ли тебя книги Наполеона Хилла? Как бы ты поступил, если бы на тебя свалилось бремя денег? В современном мире издания, в названии которых есть слово «деньги», «успех» и «секрет», скорее всего обречены на успех. Но, к сожалению, привлекательное название не всегда оправдывает то, что есть внутри. Это явно не относится к книге «Дума и богатей», написанной Хиллом в 1937 году. Я давно хотел тебе рассказать об этих секретах, про которые ты, возможно, не слышал. Моя цель была для тебя собрать основные тезисы в книге, а дальше только анализ. Сегодня ты узнаешь, как подтягивать к себе тех людей, с которыми ты бы хотел общаться. Так что отключи все мобильные приложения, дабы они не отвлекали тебя от такой важной информации. Слушай и богатей! С тобой канал «Совет на миллион». Подписывайся, вместе мы можем всё! Всё, что желаемо и представимо, достижимо. Неважно, как ты сегодня одет и сколько у тебя денег. Успеха добивается только тот, кто к нему стремится. Целеустремлённость – пробный камень любого достижения, большого или малого. Сильный мужчина будет побеждён целеустремлённым ребёнком. Измени представление о своём предназначении, и ты достигнешь того, что сегодня кажется тебе несуществимым. Внуши свою веру и настойчивость другим, и ты добьёшься невозможного. Наполеон Хилл считает, что для успеха необходима вера. Веру можно вызвать и укрепить, вбивая в подсознание нужные мысли. Может казаться, что всё конечно, но если мысли будут настроены на победу, то счастье и успех станут итогом тех же жизненных обстоятельств. Мысли могут обладать магнетизмом, притягивая к себе мысли близкие им по духу и заставляя миллионы умов работать в унисон. Прежде чем чего-нибудь получить, нужно что-то отдать. Пиратский бизнес надо превращать в предпринимательство, работающее на общество и вместе с обществом. Также в своей книге Наполеон Хилл описывает шесть этапов превращения идей в деньги. Для начала нужно определить точное количество денег, которое ты бы хотел иметь. Недостаточно сказать «я хочу иметь много денег». Будь конкретным. Цифра важна с психологической точки зрения. Ежедневно, не менее одного раза в день, закрывай глаза и фиксируй сознание на этой цифре, пока не представишь их физически. Одновременно представь, что ты с ними будешь делать. Признайся себе, чем ты готов заплатить за богатство, которого желаешь. Бесплатно ничего не бывает, не так ли? Запиши дату в календаре, которой ты уже будешь обладать этими деньгами. Состав конкретный план выполнения твоего желания и начинай действовать немедленно, независимо от того, готов ли ты реализовать его или нет. Запиши все. Количество денег, время, которому ты хочешь их иметь, чем ты готов жертвовать в обмен. Каждый день перед отходом, косну и утру, читай вслух свои записи. Читая, представляй, почувствуй и поверь в то, что деньги уже твои. А я хочу попросить тебя поставить лайк под видео, и я узнаю, что видео тебе понравилось. Семь симптомов боязни критики Застенчивость обычно выражается в нервности, робкости в разговоре, в неловких движениях, бегающих глазах. Неуравновешенность, неумение контролировать свой голос, нервозность в присутствии посторонних, плохая осанка и память. Слабохарактерность, нетвердость при принятии решения, отсутствие обаяния и умение четко объясняться, привычка откладывать на завтра, бездумное соглашательство с чужим мнением. Комплекс неполноценности, самоутверждение языком, привычка говорить громкие слова, подражательство в манере одеваться, пристрастие к сочинительству о своих достижениях. Эстравагантность, стремление к тому, чтобы все было как у людей. Безинициативность, неумение использовать возможности для самопродвижения, боязнь высказывать свою точку зрения, неуверенность в своих идеях, уклончивость ответа в разговоре с вышестоящим, неуклюжесть в манерах и речи, лживость. Отсутствие самолюбия, ленность души и тела, медлительность в решениях, внушимость, неумение и нежелание самоутвердиться, пристрастие говорить гадости за спиной и льститься в глаза, непротивление неудачам, привычка бросать с легким сердцем любые начинания при наличии оппозиции, бессознавательная подозрительность, бестактность в разговоре, нежелание признавать свои ошибки. Это отсутствие самолюбия, непротивленчество подлостям судьбы, интеллектуальная и физическая лень, отсутствие инициативы, воображения, энтузиазма и самоконтроля. Нерешительность, привычка позволять другим думать за тебя, а самому занимать выжидательную позицию. Сомнения, объяснение и извинение в своих неудачах, зависть к чужим успехам. Беспокойство, стремление искать ошибки у других, жить не по средствам, пренебрежительное отношение к своей внешности, хмурый вид, невоздержанность к алкоголю, нервозность, неуверенность в себе, сверхосторожность, тенденция видеть только обратную сторону медали, мысли и разговоры о возможных неудачах, знание всех дорог к поражению, ожидание своего часа, воспоминание о неудачах, суждение в стиле «Ах, всё пустое», пессимизм, промедление, привычка откладывания «всё на завтра», трата сил на оправдание безделья, уход от ответственности, предпочтение компромисса жестокой борьбе, торговля жизнью на каждый грош, планирование действий на случай неудачи. Семь симптомов страха болезни Самовнушение, поиск симптомов болезни, наслаждение воображаемыми недугами, страсть покупать лекарства, постоянные разговоры о болезнях, экспериментирование диетами, использование различных лекарств. Ипохондрия – привычка концентрироваться на болезнях, вызывать их приход. Ничто меня не излечит. Ипохондрия приходит вместе с плохими мыслями. Вялость. Отсутствие физических упражнений, домашний образ жизни. Впечатлительность. Страх болезни подрывает силы организма к сопротивлению. Самолеленье. Взывать к сочувствию окружающих, используя воображаемую болезнь, как приманку. Симуляция болезни для оправдания лени. Невоздерженность. Привычка употреблять алкоголь или наркотики для избавления головных болей. Беспокойство. Пристрастие к чтению медицинской литературы и последующее беспокойство, как бы не захворать. Напиши в комментариях, какие у тебя есть страхи. Постараемся искоренить их вместе. Нерешительность. Существенная причина неудач. Твой, а не чужой мозг, управляет твоим миром. Дух, делающий себя сам, настроен на волну сил управляющих миром. Будь решителен с нерешительностью своей и чужой. Чтобы принимать эффективные решения, анализируй, как это делают другие. Страстное желание свободы приносит свободу. Страстное желание богатства приводит к богатству. Три симптома боязни неудач в любви. Ревность. Привычка подозревать близких людей. Обвинение в неверности. Абсолютное неверие. Поиск промахов у всех. Авантюризм. Склонность к рискованным препятствиям, влезание в долги, бессонница, нервозность, отсутствие настойчивости, самоконтроля, самоуверенности, слабоволие, плохое настроение. Поделись этим видео с друзьями, чтобы больше никто не терпел неудач. В книге «Дума и богатей» Наполеон Хилл в основном делает акценты на подсознание человека, что если найти ключ к нему, ты сможешь открыть любую дверь в мире. Масштаб человека равен масштабу его ума. Подсознанию все равно. Работать на успех или на поражение. Выбор за тобой. Ты сам усилишь или уничтожишь себя. Сделай все, чтобы для отрицательных чувств страх, зависть, ненависть, месть, жадность, суеверие, гнев не было места в твоем сознании. Впряги в дело положительные чувства. Желание, вера, любовь, энтузиазм, сентиментальность и надежду. Крепко держи это все. Твой разум мал. Настрой его на мировой разум. Подсознание – твое радио. Посылай молитвы и принимай ответы. Энергия всей вселенной поможет молитвам сбыться. Подсознание могущественно. Не жалей усилий, и ты овладеешь им. Здоровье – величайшее богатство. Победи страх, и ты избавишься от болезней, вызванных страхами. Величайшие сокровища ждут, чтобы ты их взял. Если понравилось видео, тогда посмотри интересные высказывания Маргулана Сесимбаева по заработку. Советы Сесимбаевой и настойчивость Наполеона Хилла подарят тебе богатство и в кратчайшие сроки чувство независимости от денег. С тобой канал Совет на миллион. Подписывайся. Вместе мы можем всё.